Екатерина Анатольевна Курса Мы наконец дошли до того пункта, когда название мини-курса будет понятным. «Грицари на улицах гетто». Сегодня я буду начинать вас представить эти два романа, два интересных ритарских романа, которые написал Элия Левита. И он это сделал в разное время. Он первый написал, вы видите здесь, первый «Бовод Антона» он написал в 1507 году, и второй «Парис и Вене» он написал уже в 30-х годах, гораздо позже. И они сильно отличаются, достаточно сильно, и я это вам объясню, как и почему они так отличаются. Вы, наверное, знаете «Бова Королевича», да? Уже слышали? «Бова Королевича»? Ну вот, давайте я начну с русского точки зрения. Это «Бова Королевич». Славный, сильный и хабри «Бова Королевич» поражает полкана богатира. Полкана, на самом деле, в оригинальном романе он половина собака, половина мужчина. Здесь вы видите, что, я не знаю почему, но русский вариант он стал типа «Сагитариус», но поменялся. «Кантаркен», да. Но этот роман очень интересный. Это один из тех очень популярных романов, которые распространялись по всю Европу. Есть достаточно много таких романов, но надо сказать, что, например, в России «Бова» был самый популярный роман до Пётра Первого. Значит, он был действительно европейский ритерский роман, который имел самый большой успех в России. И очень интересно, ну, конечно, тоже знать, что «Наидиши» — это далеко самый популярный роман, который был написан до конца XII века. Я вам покажу немножко эволюцию. Это самое начало. Мы видим здесь рукопись оригинального поэма. Что это? Это английский... Это на самом деле не английский. Это французский, который говорили люди в Англии. Называется англо-нормандский язык. И был язык королевства Англии до XIII века. И писали многие-многие книги на этом языке. И вот наш роман был написан тоже в конце XIII века. Ну, это самые ранние экземпляры и самые ранние рукописи, они из конца XIII века. И что он рассказывает? Ну, это очень просто. Есть, как всегда, эта борьба христианства с исламом. Это время пешеходства? Да? Нет? Крузад? Крузейд? Это что? Походы. А, походы. Да, это правда. И это не пешеходство. Но они, да, они были пешеходами, много из них. И поэтому, ну, те романы, которые писали в это время, отражались идеологию, воруяя христианство, которое воровалось. Да? Все принцы, короли были милые с крестами. Это значит, да, они были как войны креста. И было между ними. Но потом роман немножко, он имел развитие. Он был переведен на французском, на французский. Потом переведен на итальянский. И из Италии он стал ужасно популярен по всю Европу. Ну, есть исследования, мы знаем, где он есть. Варианты на больше чем, ну, 15 языков. Они все разные, но все происходят из более-менее итальянских вариантов. Что интересно с нашим случаем, с единым вариантом, это что в начале эти романы были не очень благодарны, но достаточно. Это был такой материал, который распространялся. Вы видите, рукопись очень красивый здесь. Эта сцена есть тоже в Бово, в ядерском Бово. Эта сцена, когда Бово убивает два льва. Но наш Элья Левита, он любил шутить. И эта сцена становится немножко юмористической, потому что он рассказывает, как он порезал половину лево. И что все половины были разбросаны в лес. Даже эта сцена у нас есть на идише. Значит, эволюция была такая. Первая степень, когда роман был достаточно благодарен. Потом он стал очень, скажем, это было популярное искусство. Роман был распространен через пивцы, народные уличные пивцы. Есть такая традиция, она была очень сильная в Италии до XX века. Если вы хотите это увидеть, я хотел вам принести. И потом я думал, что будет проблема с звуком и не привел. Но можно смотреть видео, как эти пивцы сегодня, не сегодня, в 50-х годах в Сицилии, потому что в Сицилии это очень хорошо сохранялась эта традиция. И они еще пели гитарские романы с гитарой. И это очень интересно увидеть. Значит, если вы хотите, я вам пошлю линк этого. Когда Илья Левита читает этот роман, что он думает? Это интересно. Что вы знаете? Он гуманист. Он достаточно ученый. Он написал... Пока в 1507 году он ничего важного еще не написал. Хотя ему было почти 40 лет. Но он собирался информацию. Значит, он был достаточно такой серьезный чувак. И потом... Это действительно очень интересно видеть, что он вероятно... Он знал, что евреи слушали эти романы. Они тоже любили литературу. Они были как все. И эти романы пели на улице. Значит, если ты ходил по улицам Венеции, те обязательно... Обычно была на больших площадях, до церкви, перед церковью. И потом они были... Кантерини до Панка. Они поднимались над скамейкой и пели. Это итальянский вариант романа. Потом мы увидим, какие разницы есть между итальянским романом и едическим. Что интересно... Ну, я вам принес этот... Раньше это была более-менее устная традиция, когда они читали. Но... В то же самое время... В то же самое время... Письменная традиция развела. И... Эти были очень популярные книги. Качество не было высокое. Вы здесь видите... Ну... Хотя... Гравюра неплохая. Это еще раз наш... Это та же самая цена. Вы узнали? Это пуликан. Но здесь он выглядит больше, как лев... Ну... Он собака. Вы знаете, что... Это пес. И... И... Он сражается с Богом. Это наш... Иидический роман. Вы это уже видели. И мы даже читали... Пролог. Что мне... Что я... Вчера вам не рассказывал... Это... Что этот пролог... Для меня один из... Самых важных текстов Левиты. Потому что... Этот пролог у вас на странице 56. И... Там... Он говорит... Я хочу напечатать... Мои книги все... Одно за другой. Мы узнаем, что у него было... Много книг на идише. Книги... Книги, которые он сам напечатал... Только одну. Этот. Этот. Бого Д'Антона. Другие. Парис Сунвин тоже был... Напечатан. Тоже был издан. Но не доходил до нас первое издание. Это попозже. Позднее издание. Но это тоже... Я думаю, что Парис Сунвин больше завтра мы увидим. И что он еще пишет? Он пишет, что... Я вернул эту историю из итальянской книги. Но я добавил много своих изобретений. Но это принцип его... Его искусство, когда он пишет эти итальянские романы. Он не придумает так много. Но он пишет... Он следует историю, которая ему под глазами. Но это не был недостаток. Вы, может быть, знаете, что все, что касается изобретений, что артист, настоящий писатель, он придумает историю. Вещи не считались так до романтизма. Все, что написал La Fontaine, все, что написал Molière во Франции. Я возьму те примеры, которые я хорошо знаю. Все это уже было написано до них. Просто они это поменяли, новые слова придумали и стали большими художниками. Может быть, это не очень хорошо объясняется, но надеюсь, что что-то до вас доходит. Потом, что еще можно видеть? Этот пророк очень педагогический. Он знает, что его читатели, может быть, не читали такие книги раньше. Он все объясняет. Объясняет, что есть итальянские слова. Что эти итальянские слова, он знает, что те евреи, те ашкенази, которые живут вне Италии, будет трудно им понять эти слова. Поэтому он говорит, кто их не поймет, смотри на последних страницах книги, где я их подробно объясню. И расставлю их в правильном порядке. У вас есть даже на странице 57 этот глоссар, где он объясняет для тех, которые знают, что может быть интересно, для тех, которые знают немножко читать еврейские буквы. Можете видеть там «Мадонна». «Мадонна» — это четыре слова до конца страницы. «Мадонна» — «еин кышлыхе фрой». «Благодарная женщина». Вот он объясняет очень просто. Потом есть другие слова, которые есть тоже у Путана, но не здесь, не на этой странице. И он Путана объясняет еврейским словам «зойна», «зона». Но я эту тему оставляю, не надо. И хочу сказать, что повод Антона для Эля Левита — это, вероятно, творчество молодости. Это было начало карьеры. Он жил еще в Падуе. Мы это знаем. Он в это время жил в Падуе. И он еще 34 года после этого, когда он уже старик, 70 лет, он говорит, «Это мне важно издать все эти едические...» Что другие могли думать, это пустоты, это пустяки, это ерунда, это глупости. Значит, он ценил собственного творчества на едише. Нельзя сказать, есть ранние биографии. И Левите сказали, он, когда был такой молодой, немножко написан на едише, и потом он стал очень важным человеком и написал только на иврите. Нельзя так думать. Это еще под влиянием презрения к едише 12 века. Значит, что мы видим здесь? Что я хотел сказать? Бова Дантона, это может быть парадокс, но это не лучшее произведение Левите. Лучшее произведение Левите – это Парис Унвин, который мы почитаем попозже. Но только Бова Дантона сохранялась у евреев. Только этот роман был известен на протяжении всей истории идической литературы. Но поменялся. Роман поменялся. Он переходил в разные степени. Это, вы видите, кто-то может читать, где был издан этот. Видите? Где был издан. Амстердам. Да, в Амстердаме 1661. Еще очень красивое издание. Роман еще в стихах. Но сохранялась не уж так плохо в это время. Немножко попозже. Немножко попозже. Где этот был? Печатан. В Праге. В Праге это уже попозже. Это уже восемнадцатого века. Вы видите, что издание становится хуже и хуже. Они постепенно становятся, что чап-букс, это что по-русски чап-букс. Популярные такие очень. Даже они выглядят больше как брошюры. Не как настоящие книги, но как маленькие брошюры. И потом у вас... Вот. Это где? Вы можете видеть. В Варшаве. Уже. И какая разница в названии книги. Здесь у нас Бова Бур. Это еще Бур. Это еще книга. И там у нас Бова Майса. В 19 веке он всегда, роман всегда вышел как Бова Майса. Майса это сказка. Это уже... Я не знаю на это... Давайте смотрим. Там написано ли кто автор книги. Уже, по-моему, уже нет. Уже нет. Я здесь не вижу. Но очень быстро... Да. Очень быстро евреи забыли, что это вообще не изобретение народа. Что это. Что автор существовал. Но когда стала совсем Майса. Майса сказка. Он становился уже совсем... Он потерял много из своего достоинства. Он... Он... Роман стал в прозе. Не осталось рифмы. Не осталась форма. Строфи. Все это потерялось. И он стал как символ плохой литературы. И здесь у нас парадокс. Потому что... Что на самом деле были вершины второй едыской литературы. Для тех, кто хотели писать хорошую литературу в 19 веке, это был символ, что не надо делать. И это хорошая иллюстрация, что едыская литература очень ненормальная, необычная литература. Она... У нее такие прорывы в середине истории, в середине развития. И когда Мэндалл Мойхерс Форим в 19 веке сказал, я хочу писать хорошие книги. Он писал буквально, хватит у евреев Бовермайса. Бовермайса это скандал. Мы хотим настоящую литературу. И он не знал. Совсем не знал. Достаточно читать, что написана Jewish Encyclopedia в 1906 году. В Jewish Encyclopedia написано вред, сплошный вред над Бовермайсом. Что это было... Ну, не надо, я вам не расскажу это. Но никто не... Все забыли, что это был рыцарский роман, что сделала гениальный гуманист Элья Левита. И все это забылся. А, и я тоже хотел вам сказать, это просто небольшая дегрессия, что роман тоже стал оперой под автор оперы Карло Голдони, известный, один из самых известных венецианских писателей. Карло Голдони сделал собственного Бово Д'Антона. И можете даже купить себе, если хотите слушать, как наш Бово поет. Но, по-моему, наш пелукан, половина собака, половина человек исчез из оперы. Уже для Голдони не был нужен такой монстр. Вот. Давайте я сейчас буду вам... Я хочу, чтобы немножко поближе... А, я хотел вам показать. Первая штука, которую я хотел показать, это на странице 59. И это концы романа. В конце романа, ну, есть традиция такая, в конце единической книги надо писать, что мы ожидаем Мессию и что Он скоро будет. Он здесь пишет... Это уже немножко не какобычно. Он пишет... Он говорит... Он говорит... или до маленького деревня недалеко. Это очень странно. Почему? Маленькая деревня. Это уже немножко такая шутка. И потом, вы видите тоже, что написано. И это уже немножко, почти, это мужественная штука. Потому что он писает «Хаслат» большими буквами. «Хаслат Масерес Бова Д'Антона». Кто-то узнает, что это «Хаслат Масерес». Это Талмуд. Он делает так, как этот роман был, как этот трактат Талмуда. Он издал трактат Талмуда. Есть Бова Кама, Бова Батра и Бова Д'Антона. Вот трактати Талмуда. Это очень озе. Это очень такое шутка, конечно, Талмит Хахам. Шутка мудрица, но шутка такая необычная. Давайте посмотрим, что он делал с оригинальным текстом. Наш Левита. А, надо сказать, что ритерские романы были популярным жанром. Но они тоже были очень-очень популярны у аристократов. Одна из самых больших любителей рыцарского романа – это была Изабелла Д'Эсте. Может, вы знаете, она была огромная, очень важная фигура, меценат, Герцогина, Феррари. Очень важная персона. У нее была самая большая библиотека в Италии, чтобы найти ритерские романы. Все ритерские романы у нее в библиотеке. У нас есть список, и она просто была компенсивная читательница ритерских романов. И, значит, для этого, потому что тоже аристократы любили этот жанр, он стал очень, тоже очень, можно сказать, даже благодарным жанром. И было очень больше и больше в конце 15 века и потом в начале 16 века. Все принцы Италии, и их было много, все принцы хотели собственный ритерский роман, новый, чтобы фамилия, фамилия Деесте, фамилия Гонзага, Деесте Феррара, Гонзага-Мантова, фамилия, какая еще фамилия, все они хотели иметь предки, которые герои ритерского романа. Ариосто мы потом, когда увидим Парис и Вене, много будем говорить о Ариосте. Ариосто написал для Эсте, для фамилии Ферраре. И он сказал, что Ринальдо, Орландо, они, вообще Ринальдо, он основатель фамилии Деесте. Значит, жанр становился более и более благодарным, и поэтому писатели пробовали этот улучшить, чтобы он становился лучше. Да, улучшить это нет. Может быть, я не знаю, может быть, у Левиты, когда он писал Бова Д'Антона, был модель, инспирация, инспирация это не русский, он себя мог инспирировать, да, взять вдохновение у писателя, которого зовут Луиджи Пульчи. Не знаю, знаете ли Пульчи. Пульчи был, между прочим, один из любимых авторов, Лорд Байрон. Когда Лорд Байрон написал Дон Жуан, его модель был Пульчи. И Пульчи, он делал такой, он взял старый-старый народный роман «Кантары д'Орландо». Он взял этот роман на улице, у нас есть оригинал, и он все переписал, сделая разные шутки, игры слов, и можно сказать, что Левита сделала тоже самую работу с Бово. Мы тоже знаем, что Бово был популярен у евреев, потому что даже в конце XVI века еще мы найдем в списке санзур и мантовы, которые вы знаете, я вам рассказывал об этом, мы найдем разные экземпляры Бовин Д'Антони на идище и на итальянский. Значит, читали на обе языки. И, значит, что интересно, даже евреи могли сравнивать оригинал, который он взял, и в пролог он говорит, я взял итальянский роман и придумал разные новости. Давайте посмотрим немножко. Рицарский роман – это немножко как сериал, сегодняшний сериал. Это огромные-огромные произведения, тысячи страниц, сага, есть сын, есть фамилии, мы знаем разные поколения, четыре и пяти поколения. И есть шаблоны тоже в Рицарский роман. Один из топос, один из обязательного места романа – это «иннамораменту». Будем видеть, что Левита делает от «иннамораменту» в оригинале, в итальянском романе. Давайте посмотрим. В итальянском романе мы читаем «Ой, мэй!» Это говорит Друзьяна. Принцепеса, принцесса Друзьяна. Она говорит «Ой, мэй, тумай фэритто, амори! Ой, мэй, кэсэнто джалкорпенадура! Латваса эта митропа сайлкори! Уви, ты меня ранила любовь!» Извините для русского. «Уви, я снова чувствую в сердце суровую боль, твоя стрела пронзила пронзила мне сердце». Давайте читаем сейчас, и это я не буду читать, что у вас... Давайте станции... Эта стропа называется «Оттаварима». Это была почти обязательная стропа для рыцарских романов. Все рыцарские романы были написаны в «Оттавариме». Это достаточно сложная форма, потому что схема рифма «А-Б-А-Б-А-Б-А-Б-С-С». Это значит, что надо найти три рифмы, ну, шесть рифм, которые повторяются три раза. Это на итальянский достаточно просто, потому что, вы знаете, повторяется. Музыка итальянского языка это немножко более монотонная, но для идиша это более сложная. Задача немножко более сложная. Давайте читаем стропы сто, сто два и сто три. «Она увидела, как хорошо он садится на лошадь и как он подгоняет ее шпорами, он преклоняет ее колени к земле, весь город смотрит на него, когда благородная девушка увидела его, она сказала своим подругам «Пусть я выпаду из этого окна и разобьюсь, если я видела в моей жизни более красивого парня». Это произошло в воскресенье утром. Бова снова въехал верхом, он и некоторые его спутники. Прекрасная друзья она увидела его, она посмотрела на него милым взглядом и начала любезничать. Ее сердце возжелало молодого человека, она бы охотно прыгнула с балкона. Бова продолжает свой путь, ее улыбки и подмигивания не подействовали на него. Она проводила его глубоким вздохом и чуть не упала в обморок. Она жаждет его так сильно, что больше не может ни есть, ни пить. В ту же ночь она легла спать без ужина, всю ночь она ворочалась. Спасибо. Значит, вы видите, что это гораздо более конкретно, чем в итальянском варианте. В итальянском варианте мы узнаем, есть эроз, купидос, стрелы. Это где? Твоя стрелла. Значит, это такой шаблон. у нас нет, все очень живое. Она видит парня. Это тоже язык идиш, он очень такой, он любит простые слова. Парня Валентина хорошо переводила, потому что парня это кнабен на идиши, это не юнг, это не молодой человек, парень, он такой, он хороший чувак. Я не знаю точно, как использовать эти слова. Значит, потом, давайте читаем дальше, потому что у нас еще интересное место. потом эта принцесса, он пока был в истории, он просто, он был изгнан из собственного королевства плохой матери. У него началась история немножко как Гамлет. Плохая мать выгоняет сына, потому что она раньше убивает отца Бова, и потом она выходит замуж с плохим тираном, и он должен убежать. Он убегает, убежал, и он придет в Армению, такой география романа очень фантазическая, это очень странная география, и там он был бедным, он стал бедным, он работал с лошадами, он стал конюхом, но все-таки конечно друзья узнали в нем что-то особенное, что он не простой конюх. И она решает, что надо его пригласить и говорить с ним, она идет к ним в конюшине, и она так говорит в итальянском романе. И она стремя его обращает, diciendo «Амор, почему ты мешь?» И его видо дамор гетт фавиле и пой лебасия дали волты миле. И она побежала, чтобы поцеловать его со словами. Любовь, моя, почему ты меня убиваешь? И его лицо излучает любовь, она целует его ти сечу рас. И потом diceва «Амор крудел, спятат и фелло, что май кондот а ту май ферриту амор коль ту коль тело». Она сказала «Любовь моя, жестокая, безжалостная и предательская, почему ты довела меня до такого состояния? Ты ударила меня ножом в сердце». Ну, она так говорит Бога, который он просто спал спокойно в сене и она так нападает на него. Давайте читаем, что в едический роман «Кто хочет». Да? Друзья она хотела этого еще сильнее. Она больше не могла его забыть. Когда все ушли, она опустилась на луг и хотела присесть с ним на минутку. Он лежал на спине и спал. Его щеки сияли как розы. Она увидела, как он спал там так мягко, распластав руки и ноги. И она взяла его за ноги и стала тянуть, пока не разбудила его. Она приветствовала его любезно и спросила, почему он так любит спать. «Вставай, ты уже давно лежишь. Садись рядом со мной, благородный рыцарь». Баво сказал, какие смешные манеры. «Что вы хотите, благородная девушка?» Она сказала, если бы меня не было здесь сегодня, тебя бы разрезали на мелкие кусочки. Сколько раз я давала тебе знак. Ты никогда не хотел смотреть на меня. Баво бы с радостью сбежал, но она крепко жала его и не хотела отпускать. Она сказала, «Тебя вожделеет мое сердце, почему ты всегда поворачиваешься ко мне спиной? Если бы ты знал, как сильно я тебя люблю, ты бы скорее прижался ко мне. Ах, почему ты так суров? Ты разбиваешь мне сердце, я вовсе не уродлива. У меня здесь две симпатичные груди». Дальше читать? Да, да, да. Да, мне поверю. Она вытащила белые груди и сказала, «Разве это можно отвергнуть?» ей в лицо, поскольку ему было стыдно. Этого бы не случилось, если бы он был с Элей Бохером. Вот, вы видите, что это карнавальский вариант, что это совсем не похоже на оригинал. Что здесь очень интересно, это, что конечно, вы знаете, когда язык не... В языке есть репертуар. надо, чтобы язык был готов получить, принимать некоторые темы. И любовь, любовь у евреев Ренессанса это не была простая тема. Это, ну, все знаете, что шидох был везде, что вообще не была тема любовь. Даже в девятнадцатом веке Перец, когда он начинает писать о любви в стихотворении Мониш, он говорит, у евреев нет любви, это не существует, у нас есть души духи. и поэтому, конечно, все эти слова о Купидо, о Эрос, который стрелу в сердце направляет, все эти слова, они звучали странные, звучали не наши, не по-нашему, и поэтому он смеялся, но он не был первым, который, я вам говорю, что Пульси тоже такие, не так, я сказал бы, что он все-таки не так сильно смеется, как Левита, и это интересно, из-за позиции, из-за точки зрения еврея, который должен, или он получает эту литературу снаружи, не внутри, он не внутренний. Давайте сейчас немножко подальше считаем, у меня небольшая проблема, что мы не успели все распечатать, немножко дальше в романе Бово, ну, авантюры много, этот роман самый сложный, который есть, и поэтому он стал, вы знаете, что Боба Майс наидишь, это значит история тысячи ночи, такие невероятные истории, тоже потому, что Бово и Боба, бабушка, это очень похоже, это бабушкина история, Бово Майса, но в начале выражение от романа, и ну, Бово, он посылает его к султану, он там проводит несколько времени, в тюрьме, потом он убежает, убегает, и он к друзьям идет, они опять вместе, и друзья становятся беременными. И уже я вам считаю, как она рожает. Она рожает здесь в итальянском романе. А друзьям грандой и пион дел партор и гранд долор портава. Танто нас делала двух прикосных сыновей, храбрых в войне и красивых, лили. Что я хочу подчеркнуть, это что рыцарь рожают уже готовы. Рыцарь, они только что вышли с мамой, они уже храбрые в войне и прекрасные, как лили. Это тоже шаблон, это всегда так, есть такой тип. И конечно, наидище не получается именно так. Давайте читаем. Они ехали верхом, пока не достигли леса. Там они спешились, пелукан быстро нарубил дров и сделал на земле шалаш. Друзья, она почувствовала воль, все дольше и дольше, сильнее и сильнее. Она громко плакала и начала говорить, ой, вей, как справиться без акушерки? Ой, вей, должен ли я рожать ребенка в полном одиночестве? И как я смогу восстановить силы, ведь у меня нет никаких удобств, которые нужны новорожденному? Пелукан говорит, дорогой дитя, не плачь, у вас есть я, и Баво, красивый юноша, он подержит тебе спину, а я вытащу ребенка. И тогда дело пошло. Из нее вылез милый ребенок, Пелукану пришлось быть акушеркой, он принял ребенка, у нее родился красивый, хорошо сложенный сын, большой, мощный, высокий. Она крикнула, ой, вей, мне нужно еще рожать. Я чувствую, что у меня еще есть внутри поросль. Прежде чем она успела закончить фразу, у нее появился еще один красивый мальчик. И когда роды наконец закончились, ей было нечем восполнить силы. Они лежали на полу, потому что не было кровати, и нельзя было развести огонь. Пелукан говорит, я хочу убежать, и хочу, чтобы мы получили все, не заплатив ничего. Вот, мы спасибо большое, очень отличное читение. Что мы здесь видим, ну, конечно, это конкретное, реалистическое, но более реалистическое, хотя наш есть его. И левит подчеркивает, что лев только верный часть пелука наел. Значит, он не хотел собачий сейчас. Это нет в оригинале. Есть такие маленькие детали, которые просто очень красивые. Мы увидим потом, что эта реалистическая сцена мы почитаем завтра, я надеюсь, что успеем, я думаю, что успеем, очень красивая, очень интересная, интересную поэму. Я дал этой поэме название «Седерношим», и там есть описание всего, что касается женщин и мир, как с детьми обращают и все. И это, я думаю, что это тоже произведение Левити, это мы читаем завтра, но мы видим, что этот талант видеть и немножко, конечно, карикатуровать, преувеличивать такую конкретную сцену, это очень поражает. Давайте дальше читаем, потому что сейчас будет интересную сцену, будет интересная сцена, где наш пелукан идет в монастырь, и в концерте вчера мы слушали, как поют уавры, это было очень большое удовольствие, слушали, как пелукан идет к монастыру, и там устроит балаган, он хочет все взять, не заплачив ничего. Значит, можно дальше? Да? Спасибо. Бабо говорит, немедли и будь осторожен, возвращайся во времени. Пелукан отправился в путь. Он пошел, он быстро пересек лес и увидел вдалеке красивый монастырь. Он подумал, нечего терять время, я полностью опустошу этот монастырь. Он побежал к зданию и постучал дверь палкой. Маленький монах выглянул в окно. Он отпрянул от окна и упал от испуга. С тревогой и ужасом он отошел от окна и сказал Абату со слезами и криками в дверях какое-то чудовище на четырех лапах. Он стучит в дверь и хочет войти. Я никогда не видел такого страшного зверя. Как это может быть? А, кто это может быть? И он обратился к другим монахам. Идите быстро и не пускайте его. Их было может быть десять. Они поспешили к окну и увидели как пелукан стучит в дверь. От страха у них выступил холодный пот. Старый монах крикнул сверху Зачем стучать и ломиться в дверь? Тебя не пустят, поверь мне. Так продолжай же свой путь. Абат не разрешает либо еще. Пелукан сказал вы пожалеете и на четырех лапах перелез через стену. И снова спустился прыгая как козел. Монахи разбежались увидев его. Они бежали к Абату разными путями с громкими криками. Абат приказал звонить на Абат и как только монахи справились с колоколом они собрались вооруженные палками. И они сказали ему уходи отсюда тебе нельзя оставаться в монастыре. Что у нас делать собаке? Ты хочешь учиться или переписывать рукописи? Теперь их было уже двадцать человек и они хотели силой выгнать его. Они начали закатывать свои рясы. Один из них бросил в него ботинком и из-за этого пелукан упал. Он поднялся с гневом и начал защищаться от монахов. Он взял свой меч голыми руками и начал их разить. монахом, потому что он ударил их по танзурам так сильно, что они стали петь молитвы задним проходом. Как только аббат увидел это, как же быстро он побежал. Пелукан схватил бы его, если бы он не так крутился. Он бросился к себе в комнату и не оставил дверь открытой. Он закрыл ее на два или на три замка. Он подошел к окну и начал кричать. Пелукан говорит, вот мое желание, дайте пищу мне и питье. Когда священник услышал это, он был очень счастлив и сказал, просто скажи мне, что доставит тебе радость, я приготовлю обед для нас двоих, но ты должен пообещать мне, что не сделаешь мне ничего дурного. Пелукан говорит, не волнуйся, я обещаю быть тебе хорошим другом. Затем монах вышел и быстро сказал всем своим слугам, чтобы они не теряли больше времени, резали гусей и кур, половину поджарили, а другую сварили, потому что я хочу помириться с этим честным человеком. Слуги сделали, как он сказал, и мы быстро отправились на кухню. Было подготовлено много кур и гусей, они даже зарезали молодого теленка, и все монахи, которые разбежались во все стороны, вернулись осторожным шагом. Они сели за стол, выпили и поели. Аббат и Пелукан сели во главе стола. Пелукан набил брюхо, ведь он не ел в течение двух дней. Тогда Аббат сказал Пелукану, что ты хочешь еще, скажи мне. Пелукан сказал ему, честный человек, разреши мне взять еду и питье, чтобы я мог покормить моих спутников, иначе я приведу их сюда. Когда Аббат услышал это, он очень испугался, опазаясь, что другие тоже придут, и сказал, возьми что угодно, все, что желаешь, не бойся, что я разрешаю тебе все, даже если ты заберешь все, что у нас есть. Пелукан говорит, я хочу сделать именно так, потому что вы не хотите верить святого, который не совершает чудес. я вижу, что это длинный фрагмент, спасибо большое, это не так просто из экрана. Интересно смотреть эту сцену, конечно, потому что это один из естественных сцен, где есть столкновение с христианством, и вы помните, что Бова Д'Антона был издан у Полусфагиус, значит, у известных реформистов, известных христиан, и важно тоже помнить, что итальянский роман, как ну, как все, это был роман, христианский роман, очень христианский роман, и все песни, все порции романа начались так, есть небольшой пролог, и там написано, это по традиции этот пролог, молитва к Иисусу, значит, у нас есть молитва перфиды, что они предатели, что они не заверят их, что они проклятие, и поэтому понятно, что наш левита, которые читали, читали, читали эти стихи, потом он хотел немножко мстить христианам, что они так думают, поэтому у него возник прекрасная возможность это делать, сына в монастыре, сына в монастыре уже есть в оригинале, но она не так много развита, но она гораздо короче, и он не убивает никого, пелукан, он становится быстро очень хороший друг аббата, и даже он помогает аббата получить новый кон, значит, в оригинале это отличается сильно от йедического варианта, и что мы здесь читали, есть разные места, которые мне хочу немножко поближе, смотреть. Есть две аллузии, две намеки к христианской вере, это некрасиво, но это некрасиво в оригинале тоже, он ударил их по токсина, что они стали пить молитвы за ним брошеном. Но в оригинале это хуже, это слова тохес, что может быть знаете, и это они поют вешпер, это вечерная молитва, но это конкретная молитва, это не там. Он любит такие маленькие детали, как тонзури, тонзури очень важные для имиджа монаха, и есть много таких маленьких он в другом месте в романе встречает Бова встречает Олег Регель пильгрим паломник и у паломника есть столько медалей, потому что паломники они собирают медали в монастырах и у него есть столько медалей, что даже палто не видно. И он любит такие конкретные и можно увидеть, когда немножко исследуют контекст, можно увидеть, что он отражает реальность. Он действительно хотя история романа может выглядеть нереалистично, реалистично, есть много реалистичных романов. Тоже есть очень важно, когда монах спрашивает у пеликана он спрашивает почему ты к нам приходил, хочешь ты читать или писать хукописи. Конечно, это были две занятия монастыра и это может быть не все евреи знали, но левита, который жил среди христиан и был так святым человеком, он знает, чем именно занимаются монастыри. И важно тоже знать роль таких монахов в преследовании евреев этого времени. сами хуже враги евреев были доминиканцы. Это доминиканцы, которые не хотели, чтобы евреи могли жить в Венеции. Они ходили к дожжим, сказали, что евреи просто они приносят погиб к Венеции, они приносят катастрофу. И поэтому это все левита имел в виду, когда он написал такую сцену. Давайте будем читать до конца сцены. Я думаю, что только где мы остановились, потому что вы не хотите верить в святого, который не совершает чудес. Это в немецком, в немецком и в единице это пословица, но это конечно тоже намек на христианскую веру. Конечно святые и чудеса, такие чудеса, которые человек делают, это знак христианства, это совсем не еврейская вера. Поэтому он использует именно эта пословица в этом пункте. Жаль, что мы не можем читать оригинал, потому что вы не можете оценить, как он тоже играет над словами. Я вам сказал, что он потом сказал раньше, что молитва «веспер», это латинские слова, они столько молятся, это ивритские слова. Значит, есть такие игры везде. Давайте до конца читаем цену, и потом я уже буду немножко говорить о втором романе. Можно? Затем он отправился в небольшую комнату, где нашел многокур в клетке. Он говорит, я хочу взять этих кур, священникам придется молчать. Затем он нашел в коробке рис, гречу, изюм, ежевику, инжир, колбасой заполнил целую сумку, затем он пошел на кухню. Там он взял большой горшок с жиром и сумку, наполненную до краев хлебом. Затем он взял небольшой пакетик с солью, много вяленых языков из дымохода и маленькую бочку вина старого, чья обвязка уже почти отошла. Мы собираемся прополоскать горло, говорит он, и он сложил все это в кучу. Затем он взял много блюд, чаши, ложки, тарелки, горшок и одну или две сковородки, которые продаются по три гелера за штуку, и кастрюлю, в которой вы можете сварить яйцо. Затем он спустился в подвал и вытащил две большие бутылки вина. Наконец он взял таз для стирки пеленок. И когда он взял все это, он отправил в соседнюю комнату, где он нашел хорошую кровать с одеялами, и он говорит, это мне подойдет. Ни один монах не противоречит ему, потому что они боялись за свою жизнь. Они собрали вещи, и пелукан говорит, теперь мне пора уходить. Он дошел до того, что взял огнестрельное оружие и многие вещи, которых я не могу нести все эти вещи. Почему бы не поручить эту работу кому-то другому? Поэтому одолжите мне лошадь. Он не поленился и пошел в конюшню, нашел много лошадей. Затем он выбрал симпатичную клячу и начал крепко ее привязывать. Это была не лошадь, это был мул. Пелукан вытащил его. Монахам пришлось к их неудовольствию спустить вещи и помочь с погрузкой. После этого он снова встал на четыре лапы и погнал мулы перед собой. Затем он увидел, как из-за камня торчат ноги монаха. Это был один из тех, кого он забил до смерти. Поэтому Пелукан быстро снял с него рясу, чтобы сделать черстяные подгузники для маленьких писунов. Аббат увидел это, но ему пришлось смириться. Пелукан взял ряс, убросил на повозку, затем отправился в хижину. Ночь уже наступила, Бабо вышел навстречу ему и поприветствовал его очень любезно. Пелукан рассказал ему, как он справился с задачей, когда они разгрузили вещи, они зажгли большой костер и подогрели воду для купания детей. Благородный Бабо стал поваром, он приготовил хорошие пироги, хорошие макароны, рисовый пудинг, пончики, другую прекрасную еду, компот и пирожные и плюшки. Вот у вас эта цена. Что тоже интересно, вы это увидите, что он когда, ну, он, конечно, ужасно хочет обидеть монахов, даже он возьмет для подгузников, для писунов, ну, одна штука у монаха и потом эти детали, потом рисовый пудинг, пончики, все эти много слов уже много слов сохранились на идише, на сегодняшем идише, поэтому это очень живое, когда читаем это, и много слов тоже итальянские здесь, потому что когда мы видели это в Кубах, где было много слов, которые итальянцы, значит, да, это монастырская сцена, это типа тур де форс, как говорится по-русски, это типа ну, жемчужина романа, это один из лучших сцен, он здесь идет самым дальше от оригинала, чем есть. Немножко потом друзья она потеряет еще опят Бого, она вернется домой у отца, она говорит мне пока еще не обрезали наш сын, ге юдишт, он отец говорит, нехорошо, что ты убегла из дома, но сейчас мы устроим красивую брюсмилу, и в оригинале в конце романа есть такая, но роман итальянский очень длинный, потому что я вам сказал, это типа сериал, все поколения, потом узнаем, что эти маленькие бомбины, эти маленькие рыцари, что они делают, какие подвиги, и все, но Илья и Витя не хотели это описывать, ему было скучно, это было слишком долго, и он сказал, значит, в оригинале злой персонаж, ну, зовут злого, как зовут его, Додон, Додон, Бово, в оригинале я хотел вам, я забыл просто это копипейст, я забыл это копипейст на презентейшн, на PowerPoint, но я вам попробую рассказывать это, в оригинале Бово он надевается как врач, и он входит к Додону, потому что Додон был ранен, и он ему говорит, что он смог бы убить его, потому что он хочет мститься, потому что Додон убил его отца, но он это делать не будет, потому что это не было по-рицарски. Идичский вариант, и потом есть много еще разных баталий, битв, много битв, много историй. Это Левитон не хотел рассказывать, и поэтому он говорит, Бово как медик входит к Додону, и он бросил одежду медика, одежду врача, и говорит я Бово, я сын этого человека, которого тебя убил, и потом просто написано и порезал, Бово порезал его в кусочке, в кусочке. И все, это в конце вреда тела, в конце зла. И он так тоже Левита порезал внутри итальянского романа, как 400 страниц, просто это эти стихи. Вот что Бово. 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 Субтитры создавал DimaTorzok